Еще не так давно земля здесь пустовала. Сегодня на 11 гектарах работы кипят. Картина меняется каждый день. Уже установлены сваи, начинается монтаж каркаса и системы отопления. Половина материалов отечественного производства. Импортная составляющая не должна превышать 70%. Это условия получения федеральной субсидии. А вот для инвестора важно, чтобы в северных условиях себестоимость продукции, а значит ее конечная цена была достаточно низкой. Это станет возможным за счет дешевой электроэнергии. Будет перерабатываться газ в электроэнергию. Есть такие установки, газопрошневые установки. И плюс еще оттуда будет помощным продуктом выходить горячая вода, пар. И этот пар через теплообменники будут передавать тепло воде, а вода уже по всем тех птицам. Поэтому новая теплица, новое поколение. Тут все уштяно. Следующий этап остекления. Работы масштабные. Понадобится сухая безветренная погода и дополнительные силы. Сейчас на стройке 150 специалистов. Пик активности здесь ожидается в середине лета. Со следующей недели, я говорю, у нас прибывает еще 50 человек именно на сборку металлоконструкций. Тут же все поэтапно идет. То есть у нас идет этап поставки материалов, потом этапы выдачи рабочей документации. Просто можно и сейчас 300 представить. Но просто не все выпущены еще разделы рабочих. Просто не все можно делать работы еще. Для работы на Сосногорском тепличном комплексе будут обучены 120 человек. Первая группа будущих специалистов предприятия уже освоила теорию в аграрном техникуме и прошла практику в пригородном. Возникает опять-таки в этой части проблема, которую мы пытаемся сейчас решить, именно проблема жилья. Пока вот первую группу мы набрали из местного населения, из Сосногорска и Ухтинска. Вторая группа тоже пока позволяет набрать здесь. Третью тоже, возможно, здесь же будем набирать. А в дальнейшем мы хотим набрать все же из всей республики, потому что людей не хватает. Для них нужно жилье в первую очередь. На семена и удобрения ведомство планирует получить дополнительные 150 миллионов из федерального центра. Посадочные работы наметили на октябрь. Дегустацию первого самого северного урожая России к новогоднему празднику. Это две тонны томатов и 606 тонн огурцов. Есть предварительные договоренности о продаже сосногорских овощей через федеральные сети, но только внутри региона. Нюансы сотрудничества сейчас прорабатываются.